Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Утро перед свиданиями ребята начали на студии звукозаписи с работы над новой песней. Да, у нас новая песня, наконец все ее дождались, и мы ее презентуем на финальной серии нашего реалити на балу. Наш продюсер, замечательный продюсер Константин Милат написал нам такую песню, которая 100% будет хитом. Песня веселая, песня динамичная, песня зажигательная, поднимающая настроение о любви, о взаимоотношениях между парнем и девушкой. Все в наших любимых традициях. И очень классно, что впервые услышали именно девчонки, с которыми мы уже столько времени, с которыми мы устроили не одно свидание, и с которыми было бы приятно. По-моему, хорошо, правда? Да. Ох, да, да. О, хорошо. О, Боже, кто здесь? Привет, привет! 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 Привет, привет! Привет, привет! С группой «Ведра» мы знакомы с самого начала нашего проекта «Хочу помнить Ладзе», и девочки всячески поддерживали нас на проекте, и, собственно, оттуда зародилась наша дружба и близкие теплые отношения. Давайте, первым делом, а есть же время у вас? Да, давайте, первым делом. Ну, пока каждый раз приезжаю в Киев, мы увидимся, потому что девочки живут в Киеве. Каждый раз, когда они приезжают в Москву, мы увидимся, потому что мы постоянно стоим на связи и на дружбе. Ну, что, расскажите, как песня у вас, что у кого вообще? Ну, вообще, песня крутая. Мы сейчас готовим бомбу, и в скором времени уже все ее услышат, но самые первые, кто ее услышит, это те люди, которые будут на балу. Да, мы ее заслужим специально для бала, который будет в заключении нашего проекта, там с девочкой мы будем просить костюм, поселок. Как девчонки, расскажите о том, что... Для меня стало удивительным то, что они следят за нашим реалитием, потому что я думал, что у них там столько работы, что нам, что явно не нас. Но тем не менее, да, было приятным удивлением. На самом деле, у нас, наверное, у каждого в голове был какой-то плюс-минус план подробный на это шоу. То есть, ну, каждой неделе этот план у нас в голове менялся. Каждой неделе девчонки, ну, как-то так себя проявляли по-особенному, что... И ты думал, блин, ну, как я могу ее сейчас выгнать из шоу, и влюбляешься вот в одну, потом в вторую, потом в третью, ну, вот, как раз, как выбрать сложно так делать. Вот, они все невероятно крутые и все очень разные. Продолжение следует... 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 Я не хотела показать то, что дочь, это для меня неожиданно, поэтому постаралась не показать никакого вида. И вы готовы, в принципе, уже встречаться с парнем, у которого я ездила? Я слышала, что у меня есть новость. Я вас познакомлю? Отлично. Вот, и при первом знакомстве я уже усел для себя такой урок, что нужно все-таки для того, чтобы с детьми получше познакомиться, купить им какой-то простой маленький детский подарочек. И поэтому мы сегодня в магазине детских игрушек будем вместе с вами выбирать этот подарок. Классно. Ну, пойдем. На самом деле, выбор подарка для ребенка – это достаточно сложный процесс. Сколько лет? Что она любит? Она маленькая, совсем еще и 4 года. Любит, как и все девочки, принцессы, всякие платья, игрушки, лошадки, мишки. В общем, все. Абсолютно. Тогда давайте поднимем. Смотрите, какие классные. Кристина пыталась тянуть одеяло на себя, так, то, что она активничала, ну, разговаривала. Ну, так что, берем ее? Давай еще посмотрим. Ну, давай, давай. Пойдем туда куда-нибудь. Мне мишки нравятся. Мишки – это хороший вариант. Вот мне показалось странно то, что они мало задают вопросов именно про ребенка. То есть они задали несколько таких однотипных вопросов, мол, сколько ей лет, как ее зовут и все. Вы вообще часто ходите по магазинам детским детям, игрушки выбираете? Да. Да. У вас? Сестренка. Сестры. У тебя тоже, да? Да. Сколько лет? Ну, моя уже взрослая и 15. Моей 5 лет. Ты как раз вот вас... Вот, так ты тем более знаешь, что им нужно. Давай. Что, какой тебе мишка нравится? Мне нравятся мишки Тедди, но там еще, по-моему, тоже есть. Пойдем, посмотрим. Пойдем. Шахсана вцепилась в мою руку в один момент и не хотела отпускать, просто ходила со мной за руку. И вообще, куда бы ни пошел я, туда идет Шахсана, она прям меня не отпускает далеко от себя. Артем сегодня старался разделить внимание на двоих девушек, но не всегда у него это получалось в мою пользу, что немножечко обидно. Он постоянно брал Шахсану за руку, либо Шахсана брала его. Как ты думаешь, ей такой мишка понравится? А вот этот мне больше нравится, на самом деле, он какой-то повеселее. Варя, берем? Да. Какие-то моменты я оставляла Шахсану с Артемом, потому что я понимала то, что все внимание приковано к ней, и если я даже сейчас лезу, это будет выглядеть как минимум глупо. Она не борется совсем, она уходит, она убегает, то есть она готова отпустить спокойно. Я бы не хотел, чтобы она убегала, потому что убегать от проблем или от трудностей, это неправильно. Ну все, ура, первый подарок есть, пойдем определяться со вторым. Кристина уже убежала куда-то, как раз за подарок. Слойбик футбол? Класс. Ну, вот это как раз игрушка, наверное, больше для папы, хотя ребенок активный, поэтому подойдет. Когда мы играли в футбол, я обратил внимание на ноги Кристины. А как же пони? Ну, нужно подумать. Девочки очень разные по характеру, и вот даже при выборе игрушек это заметно, потому что все-таки Шоксана выбирает более такие милые, мимишные игрушки, а Кристина выбирает такие вот все, всякие штуки. Дети любят активные игры, поэтому я смотрела как раз-таки Активити, но для первого раза думала, что все-таки мягкая игрушка, такая розовая, фушистая, будет намного круче. Вот, это просто, это игрушка года, я считаю. На самом деле, у нее есть такая игрушка, просто хочу вам показать всем, это просто гениально, смотри. Короче, тут можно выбрать звук мяу. Вообще, в магазине игрушек довольно-таки весело, мне кажется, и детям, и взрослым. Я, порой попадая в какой-то из отделов, начинаю, особенно музыкальный отдел, я начинаю играть на всех этих играющих штуках. Пойдем, выберем пони. Я так понимаю, ты в них разбираешься? Конечно, я эксперт. Мы выберем того, кого нужно. Как тебе такая собачка? Когда мы пошли к моим пони, Шексана прервала Артема, показала какую-то собаку. Мне это не понравилось, вроде бы шли уже по моим делам, она уже все выбрала. Пойдемте уже за пони. Пойдем. Чувствуется, что им неуютно находиться рядом все-таки, потому что постоянно они пытаются меня брать за руки и тащить в разные стороны. Ну что, прокатимся? Ого! Кристина, садись. Шексана, мы тебя заберем на обратном пути. Мы как-то неправильно сели, ты заметила? Ты за рулем, давай, рули. Девушка за рулем, это конечно. Радио включай, пой. Я? То есть будет у тебя реально живая автомагнитолога? Конечно. Потому что есть педаль есть. Ну конечно, мы же ехать должны как-то. Давай, включаю. Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем переджак. Переключи песенку, какая-то ты вот. Конечно, песенка была немножечко обидная, но в целом это клево. Тут нужно и важно не прогадать с этой лошади. Ты же знаешь, дети в таком возрасте очень восприимчивы. Я думаю, что Эппл Джек девочке не очень подходит, потому что она такая вся сильная, матерая. А вот Пинки Пай, она веселая, жизнерадостная, активная и любит дружбу. Я думаю, что как раз с этой поляшкой мы подружимся с твоей дочкой. Ну давай, тогда берем Пинки Пай. Все, пойдем на кассу, побежали. Я что не дождусь момента, когда мы встретимся наконец-то с Женей, чтобы познакомиться с ней. И я уверена, что я дам стоочковую спору Шоксане, потому что дети это мое все. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно нам игрушек купить у вас? Я абсолютно не боюсь и не переживаю насчет встречи с Женей, его дочкой. Мне кажется, я быстро найду с ней общий язык и все будет круто. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ну что, пойдем знакомиться? Пойдем. А может, что-то мастеринский. Кристина, пойдем знакомиться. Выбор подарка – это лишь подготовка к свиданию. Все самое интересное начнется, когда девушки познакомятся с дочерью Артема. Как невесты будут вести себя с маленьким ребенком? Насколько они угадали с подарками? И можно ли найти ключ к сердцу солиста, завоевав симпатию его любимой крохи? Узнаем совсем скоро. Сегодня я пригласил вас сюда, потому что скоро мы отправимся на крупное светское мероприятие. Там будет очень много звезд, будет очень много коллег по цеху, поэтому я хочу, чтобы вы выглядели сногсшибательно. Обещаю. Пошли. Знаток светской жизни Анатолий решил пригласить своих девушек на одно из самых модных событий столицы. Но прежде нужно как следует подготовиться к выгляду в свет. Привет. Привет. Привет, рад вас видеть. Привет. Девчонки, сегодня я пригласил вас сюда, потому что скоро мы отправимся на крупное светское мероприятие. Там будет очень много звезд, будет очень много коллег по цеху, поэтому я хочу, чтобы вы выглядели сногсшибательно. Обещаю. Пошли. Анатолий привел нас в такое место, девчачье, с платьями, чтобы мы как-то, не знаю, в одушевине, что ли, порадовать нас решил. Я открою вам небольшой секрет, что все девушки из шоу-бизнеса сейчас не покупают платье, а берут его на прокат. Я даю вам возможность выбрать по три образа на каждой. Но последнее слово будет все же за мной. Есть какие-то предпочтения? В приоритете черный классик. Ну, еще вопросы? Их очень много. Да. Например, кроме черного, какие еще могут быть цвета, какая может быть фактура, ткань, длина, в конце концов? Ты сейчас меня слишком грузишь. Но, знаешь, платье должно быть полиэстер, не чистая синтетика. Фасон девчонки, я же мужик. Реально. То есть мне без разницы, из какой это будет ткани, главное, чтобы это было красиво. Вы должны нарядиться так, чтобы мы с вами шли и все вокруг не завидуют. Окей? Ставлю. Хорошо. Вперед. Сегодня в целом девочки мне показались какими-то несобранными. Это говорит мне о том, что либо они потеряли интерес, либо то, что они уже от всего устали. Мои мысли были сегодня немного не на свидании, потому что у меня проблемы с мамой. У нас очень напряженные отношения сейчас, поэтому я не могла привести себя в позитивное, радостное состояние. Первое платье. Оно милое, симпатичное, но под это платье нужно одеть кеды и идти гулять в парк, играть в футбол. Ты в первый раз на каблуках? Нет. Каблуки для меня это действительно борьба, это выживание. Мне очень тяжело на них стоять, тяжело дает эта походка. Я постараюсь сделать все, чтобы я выглядела эффектно. Мне очень нравится, как у тебя ноги так дрожат. Это сложно. Я представляю, что это сложно. Я не пробовал, но я понимаю, что это очень сложно, но надо привыкать. Тебе же уже 19, а не 15. Или ты будешь всю жизнь по боулинговым дорожкам вперед головой кататься, чтобы завоевать сердце парня. Поехали! Дымяй! Толик все время напоминает мне мои косяки, но сегодня я постараюсь вести себя по-другому, как леди. Но если честно, платье симпатичное, но точно не на то мероприятие, куда мы идем. На какое мероприятие мы идем? Сейчас выйдет Юля, и я вам обеим все расскажу. Садись. Будем смотреть на Юлю. Ух ты! Я чувствую в Юле свою конкурентку, поскольку у нас осталось двое. Я просто не могу не чувствовать конкуренцию. Знаешь, я бы хотел, чтобы оно все же было чуточку короче. Еще короче? Да, нельзя его чуть-чуть отрезать. Настолько? Вот так было бы идеально. Ну, я думаю. Во-первых, мне однозначно нравятся твои ноги. И мне нравится то, что ты умеешь ходить на каблуках. Жираф! Зато по дорожке боулинговой она не прокачивается. Да, но мне не хватает открытости здесь, понимаешь? Не хватает души. Ну, что там? Там что? У меня тоже есть такой вырез. Неправда. Намного меньше. Мы выбирали не совсем то, что хотели выбрать мы. Мы старались угодить Толику. Сейчас, чтобы вы понимали, я хочу рассказать вам, куда мы пойдем. Мы идем на фэшн-вик. И красивые будете там не только вы. Поэтому вы должны быть самыми лучшими. Я не предполагала, что мы собираемся на неделю моды. И столько ответственности возложил Толик. Это консервативный вариант к платью. Платье очень красивое, ей подходит. Но в нем не хватило сексуальности. Его очень много. Хорошо, мне нравится. Но я хотел бы все же увидеть третий лук и потом вынести свое решение. Посиди со мной, давай обсудим Настю, посмотрим, что она приготовила нам. Платье мне очень понравилось. Оно бомбезное, оно шикарное, оно вызывает эмоции. Первый раз это вышло не жирафа, не тигра, а вышла очень красивая девушка. Выглядишь ты в нем ослепительно. Это очень красиво, очень женственно. Мне нравится. Мне понравилось это платье, но мне очень тяжело в нем дышать и ходить, и сидеть. Это действительно испытание. Я вижу, как ей в нем некомфортно. Сегодня задача Насти показать, что она может быть очаровательной леди. Это ярко. Ну, это мне больше всех нравится, пожалуй. Оно слишком девчачье. Это совсем не то платье, которое нужно надеть на важное мероприятие. Платье милое, оно тебе очень идет. Твой вырез мне нравится на груди. Но мне нужно еще чуточку подумать, поэтому присаживайся. Здрасте. Здрасте. Так лучше. Здрасте. Юля хорошая фигура, красивое декольте. Мне прям было, ну как сказать, неуютно находиться с ней рядом, когда она была в таком платье. Как-нибудь реагируй уже. Снимать больше нечего. Она не привыкла носить что-то очень откровенное. Здесь я просто раскрыл ее потенциал, потому что я считаю ее красивой девушкой, и ей есть что показать. Мне понравилось это платье, и я выбираю его. Мне нравится, что оно очень простое. То есть сейчас преобладает твоя красота, и платье дополняет всю твою красоту, весь твой лук. Лук, я говорю просто как, уже понимаешь, профессиональный стилист. Что по поводу тебя, Настенька? Я считаю, что лучший вариант, это то голливудское платье. Согласна. Хоть тебе в нем не очень комфортно. Я по-детелю. Да, придется немного потерпеть. И тогда я буду сегодня просто двумя дивами. Да? Да. Да, ура. Я больше волнуюсь не из-за мероприятия, а из-за того, что я не смогу на нем достойно появиться. Как выйти на каблуках. Но я соберу всю волю в кулак и постараюсь выйти как надо. Я рада, что сегодня он не затрагивал тему прошлого свидания, поскольку она для меня достаточно неприятна. Выпусти меня, пожалуйста. Нет, подожди. Пожалуйста, выпусти меня. Спасибо. Я очень хочу выйти. Сегодня он был милый, сегодня он был опять с юмором. Сегодня он снова, снова очень нравился. Меня порадовали их чудесные образы. Я считаю, что мы выбрали лучший, и поэтому сегодня мы будем просто блистать. Впереди у Толика и его девушек самое модное светское событие Москвы. Как будут вести себя невесты? Готовы ли они к завистливым взглядам, вездесущим папарацци и непреклонным секьюрити? И как считают коллеги певеца, кто из девушек подходит в Толику больше? Узнаем чуть позже. Когда-нибудь знакомилась с родителями парня? Нет, никогда не знакомилась. У тебя сегодня будет твой первый раз. И я думаю, что ты ей понравишься. Я очень надеюсь. Я ужасно боюсь, честно тебе сказать. Не переживай. Сегодня все будет круто. Я надеюсь. Очередную встречу со своими невестами Никита назначил в продуктовом магазине. Какой сюрприз он приготовил? Субтитры сделал DimaTorzok Но мне остается сделать правильный выбор. Ведь главное, это мне ошибиться. Когда Никита сказал, что одна из девушек будет встретиться с его мамой, то есть я правда как-то удивилась. Не знаю, я как-то чуть-чуть боюсь. Когда Никита сказал, что кто-то сегодня вылетит, я не была особо удивлена, потому что я как-то догадывалась, что может быть подобный способ. Нам остается только принять решение, кто что будет готовить. Пойдемте. Судя по тому, как девочки метались по магазину, я поняла, что с готовкой они, мягко говоря, новы. Любая девочка может приготовить салат. Я точно приготовлю оригинальные все. Я выбрала лазанью. Лазанью. Слушай, у тебя такая тяжелая сумка, давай я подержу. Давай, спасибо. Ты когда-нибудь знакомилась с родителями парня? Нет, никогда не знакомилась. У тебя сегодня будет твой первый раз. И я думаю, что ты ей понравишься. Очень надеюсь. Я ужасно боюсь, честно тебе сказать. Не переживай. Сегодня все будет круто. Не надеюсь. Моя мама не такая страшная, какой из себя представляет Алина. С ней очень комфортно, поэтому бояться тут даже нечего. Что мы делаем? Мы будем готовить толму. А ты его готовила когда-нибудь сегодня? Или я твой первый опыт опытный? Если честно, один раз готовила. Получилось нормально. Никто не умер. Слава богу. О, круто. Да, ты как-то... Ну, давай. В общем, она набрала огромную корзину. Непонятно чего. Я не понимаю, как это все будет вместе выглядеть. Наверное, какая-нибудь долма сверху с шариком мороженого. Все это залито шоколадным сиропом. И сверху такая огромная клубничка. Расскажи мне, пожалуйста, как вы вообще проводите свои праздники? Просто, не знаю, у меня армянская семья сразу представляет огромный стол. Баяны все танцуют на столе. Нет, баянов и танцев на столе нет, но правда собираются все родственники практически. Ну и сколько у тебя родственников? Их очень много. Правда, очень-очень много. Еще ответ на сфальтинг? Да. Даже больше уже. Я правда еще их всех не знаю. Вся эта огромная родня, она, честно говоря, пугает. Слушай, ну а вот, если твоим родственникам или твоей маме не нравится твой молодой человек, ты вообще как будешь поступать? Ну, знаешь, для меня, конечно, мнение мамы, папы очень важно, но... Они просто хотят, чтобы я была счастлива, а если я счастлива с этим молодым человеком, то для них нет проблем. Они меня поддерживают во всем. Хороший ответ. Я решила готовить греческий салат. Это первое, что пришло мне на ум. Я всем сегодня помогаю. Слушай, я хотел поговорить о прошлом седании нашем. Я, наверное, чуть-чуть прыгнул палку с тем, что нагрузил тебя каким-то своим прошлым. Ни в коем случае не хотел тебя обижать. Я понимаю, да. Просто я хотел сказать о том, что... Ну, моя жизнь в основном это не только шутки, а еще постоянная усталость, какая-то нервозность, я не знаю. Ты готова терпеть это? Да, я готова. Сегодня я решила вести себя по-другому, чтобы показать Никите, что я не только веселая, шумная и громкая, но могу быть и спокойной. Ну что, все справились? Да. Давайте я пока помогу вам поставить. Давай, давай. И уже поедем домой. Больше всего, наверное, меня впечатлила Алина, потому что она не мешкаясь и не распространяет себя в разные части магазинов. Все быстро выбрала, купила, и блюдо, наверное, у нее получится самым интересным. Ну, это мое предчувствие. Я не представляю, как вообще три девушки могут служиться вместе на кухне. Как они могут стоять за одной плитой. У меня кавказская кровь, и я думаю, я отобью себе место на кухне. Еще никогда на кухне Никиты не хозяйничали одновременно три девушки. Получится ли у них приготовить хоть что-нибудь? Так, что мне делать сразу? Помидорки резать. Помидорки резать? Да. Хорошо. Мне вот, будучи за этим столом, хочется сказать вот так вот. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами программа СМАК, и я ее ведущий Иван Ургант. Я за помидоры вообще. Да. А как мне их на... Просто вот на... Вот так, на две половинки. Да, да, да. Так, ну расскажите вообще, вы как себя комфортно чувствуете за столом? Кухонно? Да. Да. Да? Самое комфортное место в мире. Я была приятно удивлена, потому что там было настолько чисто. Не похоже, что здесь живет мальчик. Мне казалось, что мальчики, они более-таки неряшливые. Сколько в этой квартире не было гостей, ну, никто меня так не готовил, понимаете? Вы просто первопроходцы, и я прямо вот стою сейчас и кайфую, правда. Мне вот по кайфу. Я была очень рада, что мы готовили ему, что нам удалось подарить ему такой настоящий женский уют в доме, и что он это почувствовал. А мне нужна кастрюлька. О, мне, кстати, тоже нужна будет кастрюля. О, держите. Дай мне кастрюлю. Мне она раньше нужна будет, чем тебе. Нет, она мне нужна прямо сейчас. Она не попыталась найти какой-то компромисс, она сразу начала спорить, отбирать у меня эту кастрюлю. Девчонки, успокойтесь, там она не есть вторая, если что. Как раз для таких случаев. Я бы не отдала кастрюлю, потому что она мне очень нужна была. Но я чувствовал, что напряжение можно нарезать ножом, потому что три хозяйки на одной кухне, это тяжело. Что мне еще сделать, скажите, пожалуйста? Я на все готов. А можешь порвать листья салаты. Порвать? Да, прям оторваться на них. Хорошо, куда рвать? Просто пока на доску. Какое твое блюдо сомнение? У Никиты офигенное чувство юмора, и когда я нахожусь с ним, мне всегда хочется улыбаться. Какое у тебя любимое блюдо твое? Любимое блюдо? Да. Яичница. Я не знаю, что-то заморачиваетесь. Я говорила. Ладно, это была шутка юмора, очень смешная. А ты вообще сам хорошо готовишь? Я? Угу. Нет. Ну вообще я сам не готовлю, поэтому для меня очень важно, чтобы девушка умела готовить. А расскажи про свою маму. Моя мама самая лучшая на свете. Мы не забываем себя. Для меня, конечно же. И вот кто-кто, она готовит лучше всех. Я очень хочу познакомиться с Никитиной мамой. Я думаю, она очень добрая и хорошая. А что любит есть твоя мама? Любит есть моя мама? Моя мама не любит есть. Это диет. Да, она на вечных диетах. Она любит накормить нашу большую семью. Вот любит есть мой папа? А, ну если твоя мама сидит на диете, то, думаю, я не прогадалась со своим салатом. Да? Какая ты наблюдательная. До встречи с мамой у нас еще одно важное мероприятие. Да, помним. Но в любом случае я попробую твой салат, если что. Хорошо. Спасибо. Ну, если все-таки я сегодня вылечу, то это будет ударом, потому что Никита мне на самом деле нравится. И мне это будет неприятно потерять человеку, который тебе нравится. Что ты тут делаешь? Я готовлю, я их заворачиваю. Хочешь помочь? Конечно, хочу. Смотри. Видишь, здесь две стороны. Надо... Давай еще, ну вот, мне кажется, нужно параллельно какую-то армянскую песню петь. О, Господи, я не буду петь. Давай, давай. Я не буду петь. Нет, нет, нет. Если тебя парень просит спеть, не надо ломаться вообще. Вы хотите оглохнуть себя? Я правда ужасно. Нет, 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 столько мяса не надо. Вот столько хватит. Мне немножко не понравилось поведение Мэри. Ну, какая-то она сегодня очень шумная была. Честно сказать, мне кажется, что как раз Мэри ей вылетит. Ну что, опять будешь или нет? Нет. Ну, тогда я ухожу. Извини. Ну, как-то не получалось контролировать эмоции. Даже чуть психанул. Давай, Никита, давай, ты идешь на кулинарное шоу. Да? Будешь учиться сегодня. Лучше всех, наверное, справлялась Алина. Ну, потому что она самая взрослая из девчонок. И по ней было видно, что она проделала такие махинации уже не раз. Этот процесс, в принципе, он ее раскрепощал. И это хорошо. Не знаю, что мне с ней чаще готовить, чтобы раскрепостить ее. Еще очень идет готовить. А если мне что-нибудь? Правда? У меня ревность чуть-чуть поднялась. Правда, ревновала сильно. Но попыталась как-то скрыть свое чувство, чтобы он не заметил этого. Я просто не понимаю. Я не знаю, что делать. Наверное, если бы была такая возможность, и на кухне никого не было, я бы убежал даже подальше, куда-нибудь в лес. Если честно, после прошлого выбора Никиты, я без понятия, кто сегодня может уйти. Когда ты читал мне свое стихотворение сегодня, я... Ну, в общем, я расставил, правда. Это было очень искренне. И когда я сказал, что у меня были мурашки, это правда. И я совсем не врал. Мне приятно. Это было по-настоящему. Невеста Никиты готовится к ужину с его мамой. Пока девушки покупали продукты и нарезали овощи, Никита снова и снова смотрел в глаза каждой из них. Ведь скоро ему предстоит решить, кто из девушек покинет проект, так и не познакомившись с его мамой. Никита, я нашла большой листик. Иди сюда. Да? Да. А на этот раз ты мне песню споешь? Если песню не будешь петь, то я не пойду. Я могу тебе просто сказать слова. Но петь я реально лучше не надо. Ну, с выражением. А можно просто арвянские стихи не именно эту песню? Давай, хорошо. У меня мурашки тут. Правда. Я серьезно? Да. Была зла на девочек, в общем, очень сильно. Они использовали свой шанс, и я это понимаю. Но я надеюсь, что мое блюдо, все отсутствие разговора, оно восполнит, в общем. Мэри зачитала стих Никитти, я подумала, что ее шансы выросли, и она так прекрасно его прочитала, что я сама чуть не заплакала. Спасибо. Молодец. Так, девочки, у вас что-то готово? Нет, я просто уже приготовила все. Диана вообще не изморачивалась. Ну, кстати, что-то в этом было, потому что она старалась максимально высадить время мне, а не в столько готовке, потому что от Алины я видел сегодня только ее спину. Так, ну, моя лазанья готова. Готова? Да. Ну что, значит, вы справитесь, а мне пока нужно поговорить с Марией. О, давай. Пойдем? Пошли. Знаете, мне хотелось, чтобы я осталась с ним наедине, потому что, ну, не знаю, как-то неуютно было даже общаться с Никитой, когда они стояли рядом и постоянно они что-то говорили, что-то говорили, говорили, говорили. Когда ты читала мне твое стихотворение сегодня, я, ну, в общем, я расставил, правда. Это было очень искренне. И когда я сказала, что у меня были мурашки, это правда. И я совсем не врал. Мне приятно. Это было по-настоящему. Ну, не знаю, я в этот момент как-то засмущалась даже, потому что, ну, не описать словами, что я чувствую, когда он находится рядом со мной. Я парю в небеса. Ты очень красивая. Красивая. И совсем юная. Знаешь, Мари, я... Я далеко не идеальна. И когда-нибудь совсем скоро, тогда мы с тобой оба подросляем. Мы обязательно встретимся. Спасибо. Продолжение следует... Прости. Мы обязательно еще встретимся. Надеюсь. Слышишь? Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Наверное, я опирался больше даже не на то, что увидел сегодня, а что вообще происходило с нами за все это время. Но выбор был прям очень тяжелым. Она сказала, что мы еще встретимся. Я очень этого хочу. Ну, Мэрия еще совсем маленькая девочка. И несмотря на то, что мне еще 17, и разница в возрасте у нас совсем небольшая, по ней видно, что ей совсем не хватает опыта, поэтому мне кажется, из этого ничего серьезного получиться не может. И, к сожалению, мне нужно было сделать выбор. И мой выбор пал на Мэрия. И у Никиты теперь осталось две невесты. Но одобрит ли его выбор мама? Получится ли у юных невест роль и невесток? Как пройдет семейный ужин? Узнаем в следующей серии шоу. Они выбирали подарки для дочери Артема. Мерили откровенные наряды, чтобы понравиться Толику. И доказывали Никите, что умеет прекрасно готовить. Но это были только цветочки. Теперь каждой невесте предстоит показать своему солисту, его близким и коллегам, что именно она – та девушка, которая сделает его счастливым. Как пройдут последние перед балом свидания парней? И кто станет невестой для М-бэнд? Узнаем совсем скоро. Ну все. Ну что, по-моему, неплохо получилось. А может, маме мы ее подарим? Никитас, ну мы же договорились.